Всем привет, я Катя и вы на канале Ей мои животные. И сегодня в долгое время я сниму для вас видео и это будет бусин влог. Сегодня я вам расскажу действительно, что у нас происходило новенького. И кстати, кто не знает, почему так долго не было видео, у нас сделали балкон. Вот, поэтому так долго не было видео. И видео еще не будет, кстати, две недели еще, потому что в этот раз нам делали балкон. А сейчас нам будут делать, в принципе, там большую часть нашей квартиры. Вот, поэтому я буду жить как бы не дома, потому что здесь будет невозможно находиться. Вот, и видео, в принципе, там негде будут монтировать, поэтому видео не будет еще две недели. И пока есть у меня время, буду снимать для вас хоть что-то. Кстати, на лайв-канале должно выйти еще два видео, если я успею их снять и смонтировать. Вот, а что это за видео, вы узнаете в конце этого видео. Ну, а сегодня, как вы поняли, я снимаю бусин влог, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, а мы начинаем. Ребята, у меня есть для вас рочная новость, я сейчас вам ее скажу, и вы продолжите смотреть наш бусин влог. В общем, мне пришлось удалить свой лайв-канал. На это были свои веские причины, поэтому я, конечно же, не хотела его удалять, но мне пришлось. Вот, и как бы я его удалила не из-за того, что я не хочу снимать, нет, а из-за того, что так нужно было. В общем, я создала новый лайв-канал, вот он, на нем сейчас нет подписчиков. Я сюда загружаю все видео, которые были на прошлом о нем лайв-канале. Единственное, что здесь не будет видео с зимы, там, новогодний декор. Те видео, которые были с самой начальной. Также не будет влога с Каменца Подольского. Вот, здесь будут влоги, видео, которые были вот недавно. То есть, это мой уход за волосами, мой уход за кожу лица, когда мне вырвали зуб влог. Также сейчас я загружаю видео, мой фестивный макияж, потом подписчики управляют моей жизнью. И последнее видео, это влог Светогорск-меловые пещеры. Вот, все эти видео скоро уже выйдут на моем новом лайв-канале. Вот, то есть, на нем ничего не поменялось. Такая же обложка, как вы видите. Такая же аватарка, все так же. Вот, поэтому, ребят, пожалуйста, я знаю, что вы у меня большие молодцы. Переходите по ссылке в описании или же по сказке наверху. Обязательно подписывайтесь на лайв-канал, потому что это мой перезалив канала, так сказать, 2.0. Вот, в общем-то, как-то так. Кстати, я поменяла название, кто еще не заметил. Вот, то есть, на том лайв-канале я тоже поменяла название, и мне пришлось как бы его удалить. Но удалить не из-за названия, а по другой причине. В общем, ребят, как-то так. Сейчас загружаю все видео, которые были, которые были именно такие интересные, которые вы смотрели. Все новенькие видео. А не будет видео тех вот этих старых, которые только когда я начинала снимать на лайв-канал. В общем, надеюсь, что вы подпишетесь на лайв-канал. Вы у меня большие молодцы. Надеюсь, что мы за 2-3 дня наберем только лист подписчиков, которое было на том лайв-канале. Там было 128. Я знаю, что вы небольшие молодцы. Спасибо вам большое за поддержку. Обязательно переходите по ссылке в описании или в подсказке наверху и подписывайтесь. Ну, а мы продолжаем смотреть влог. Итак, первым делом я сейчас буду убирать у бусинки после того, как я поубираю, потому что уже очень жутко грязно. Вот, я вам покажу, что нам новенького пришло из интернет-магазина для бусики. Вот, и, в принципе-то, также расскажу еще, что можно сделать с переноской, потому что переноска, как вы знаете, у нее тоже дно скользкое. И его, кстати, тоже можно зашкурить наждачкой, чтобы оно не скользило. Сегодня я это тоже буду делать, вот, потому что бусинке предстоит, опять же, еще один переезд в другую квартиру. Вот, поэтому, чтобы ей было удобно, кстати, бусинку я заново приучала к переноске, потому что она ее почему-то стала очень бояться. Я ее в тот раз еле запихнула туда, вот, насильно, так сказать, и я этого очень люблю делать, потому что я считаю, что животных заставлять ничего делать нельзя. Особенно, если животное не хочет куда-то идти. Вот, поэтому переноска, когда мы будем гулять, всегда будет стоять вот здесь вот, и бусинка потихоньку, возможно, как-то будет у нее зашить. Заходить и привыкнет к ней заново. Да, Муся? Ну что ж, буду убирать, и после к вам вернусь. Итак, наша самолетка чудесным образом просто за считанные секунды убралась. Вот, поэтому теперь чистенько красивенько. Сейчас надо будет еще пойти помыть миску, потому что уже грязная тоже. Вот, и давайте я вам покажу, что же все-таки нам пришло из интернет-магазина. Итак, вот это вот чудо пришло нам из интернет-магазина. Это 10-килограммовая пачка бусинного корма. Брасилага Кани Натур. Вот, по-моему, читается она даже по-другому. По-моему, Куни Натюр она читается, но я привыкла уже так говорить. Вот так, вот она, вот написано. Показываю. Это бусин-корм. Вот, почему все-таки я решила заказать такую огромную пачку, вы, наверное, сейчас в шоке. Потому что я брала там по килограмму на 100 гривен обычно я беру бусинки корма, его хватает. Вот, просто получилось так, что за 10 килограммов заплатили 1400 гривен, может, он с копейками. Вот, а там килограмм 160 стоит. И, в принципе-то, это будет даже дешевле. То есть, мы один раз заказали корм, и, в принципе-то, все, больше заказывать не нужно будет. Я думаю, что его хватит на очень долгое время, возможно, на год, может, и больше. Вот, я написала там дату, я его уже открыла, и также насыпала в бусинкину миску. Ну, не в миску, а в наш судок, где обычно хранится корм. Я написала здесь. Вот так вот оно выглядит. Еще раз, давайте я вам покажу. Вот. Плохо видно, конечно. Вот, так вот. Я здесь написала дату. Вот. 0-4, 0-6, 18. 15-е, чтобы посмотреть, насколько его хватит. Просто положила в корм, и, в принципе-то, все. Он пришел запакованный, все хорошо было. Я оставлю ссылку на сайте, где я его заказывала. Если, конечно, вы живете не в Украине, то вам нужно будет искать другой сайт, где можно наказать этот корм, если вы кормите таким же кормом, как и я, бусинку. Потому что в Россию наш сайт, ну, украинские сайты не доставляют. Поэтому доставка идет только по Украине. В Россию они, к сожалению, не доставляют. Поэтому я, кстати, нашла... Я набирала просто... Как я набирала? Корм Верселага Кани Натур для взрослых кроликов. Или даже просто Корм Верселага Кани Натур для кроликов. Купить. По-моему, я или оптом еще писала, или просто купить. И там были именно пачки большие. Там были маленькие пачки. Потом 5 килограмм, 10, 15 и, по-моему, даже больше. Вот, в общем, как-то так он выглядит. 10 килограмм. Пришел он мне за 2 дня. Вот, заказывала я его где-то, наверное, дня 4 назад. Вот. И вот он мне пришел 4 дня назад. Вот. Поэтому как-то так я очень рада нашему приобретению. Потому что это серьезно очень удобно. Не нужно будет каждый раз бегать в магазин. А ты вышел на балкончик, набрал корма себе. И красота. Ну, кстати, ребята, как-то так вот получилось у нас с кормом. Думаю, что, возможно, я кому-то тоже помогла. И вот тоже решили заказать корм. Вот, именно в больших пачках. Чтобы не бегать каждые 2 недели в магазин и не покупать корм. При этом тратится меньше денег и меньше вашего времени. Теперь давайте я вам покажу, что я буду делать сейчас с бусиной переноской. Потому что я взяла еще раздачную бумагу. Туша 60. Вот. И сейчас тоже буду зашкуривать дно. Кстати, что по поводу клетки. Это оказалось очень удобно. Вот, бусинка не скользит. Ей удобненько очень даже там. И, в принципе, так, кстати, мне в комментариях писали, что, типа, вот в эти вот царапинки шершавые будет забиваться грязь, там, микробы. На самом деле, если вовремя все мыть и чистить, то никаких микробов и грязи туда не будет забиваться. Поэтому главное вовремя убирать у кролика. Ну что ж, давайте также разберем нашу переноску и будем зачищать. Так, переноска разобрана. Давайте притрем мокрой тряпочкой, чтобы убрать всю грязь. И будем зачищать. Я, наверное, не буду это снимать на видео, потому что это то же самое, что с клеткой, те же самые манипуляции. Вот, только здесь лучше пространство, и это все делается намного быстрее. Главное, хорошенечко надавить, чтобы оно действительно зашкурилось. Все, теперь будем зачищать. Бусь, что ты там делаешь? Что там мой заяц делает? Ну что ж, все, вот и как раз она с вами получилась. Бусинка также ходила, проверяла, потому что ей жутко не нравился этот звук, и она не понимала, что происходит. Теперь давайте вытрем все это влажной тряпочкой. Возможно, даже я помою буду, потому что, мне кажется, тряпочка не поможет. У меня даже все руки в этой штуке. В камере-то вообще не видно, но на самом деле так. Буся сейчас съест мой телефон. Буся нельзя есть мой телефон, он дорогой. Так, натираем. Я даже зачистила вот здесь вот сбоку, потому что бусинка в основном, когда залазь, становится именно сюда. Вот, и начинает скользить и решать, что ей лучше сюда не становиться. И выходит с перемазки. Поэтому зачистила абсолютно везде, кроме стенок. Здесь я не зачищала, потому что бусинка сюда не становится, так как здесь всегда дверь. Вот, и зачистила вот, начиная отсюда. Так же выглядит шаршаво и некрасиво, но зато есть вот результат. Ну, кстати, ребят, наш блог подходит к концу. Кстати, я вам обещала сказать, что же будет за видео. И, кстати, вы должны пригласовать в голосовалочке наверху, какое видео вы хотите увидеть первым. Либо же это будут бьюти и не бьюти-тренды. И как я к ним отношусь. Расскажу вам свое мнение вообще, потому что реально уже по этому поводу просто бомбит. Либо же 10 фактов обо мне. Я, конечно же, догадываюсь, что вы проголосуете, скорее всего, 10 фактов обо мне, потому что это будет более интересный ролик. Это я сейчас вам про лайв-канал говорю. Но, скорее всего, я выложу первым все-таки про бьюти и не бьюти-тренды. И как я к ним отношусь, потому что его снять намного легче. А про 10 фактов обо мне там есть материал, который нужно будет снимать дольше. И, возможно, даже переснимать. Поэтому вы все равно голосуйте, конечно. И, знаете, я вот подумала сейчас, скорее всего, я попробую снять все ролики, которые я хочу в этот период, пока у нас еще нету ремонта именно в квартире. Попробую их снять и смонтировать. И потом уже я буду вылаживать по одному видео раз в 2-3 дня. То есть у меня будет доступ к нашей квартире. То есть там можно будет приходить, потому что ремонт не будет касаться зала и спальни. В принципе, это спальня там, где я монтирую видео. Вот. Поэтому я, скорее всего, пытаюсь, конечно, успеть все снять и смонтировать. Вот. И потом потихоньку по очереди выгружать эти видео, чтобы вы не сильно соскучились за мной и не потеряли меня. Вот. И, кстати, ребят, что не забыла вам сказать. Нам недавно пришли еще вкусняшки от Little One. Вот. Вот такие вот. Это фруктовый микс. Это, кстати, те же вкусняшки, что я заказывала в прошлый раз. Вот. И также еще с морковкой. Вот. Как-то так, в общем-то. И еще мне девочка, по-моему, в комментариях писала, типа, я не понимаю, зачем заказывать эти вкусняшки. Если можно само все это насушить, это будет дешевле и полезнее. Но, ребят, знаете, не у всех есть возможность насушить все это. И не всегда получается. Вот. А, в принципе, это раз в месяц, даже раз в полгода можно побаловать ролика такими вкусняшками. Тем более, что они натуральные. Ну, что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте, когда вы в голосовалке, какое видео вы хотите увидеть первым. И да, не думайте, что я забыла про видео «Летний пикник» и плюс лайфхаки. Я про него не забыла. Я также думаю над тем, как его снять и как бы побыстрее его смонтировать. Потому что просто погодные условия не позволяют. У нас очень жарко. Просто на улице нереально находиться. Вот. Но сегодня я иду гулять со своей подругой. Вот. Поэтому, возможно, сегодня у нас будет пикник. Вот. И я что-нибудь для вас, да, поснимаю. Поэтому, ребят, не забывайте подписываться на мой лайф-канал. Ссылка будет в описании или в подсказке наверху. Также не забывайте подписываться на мой ПЭЦ-канал. Ну, а мы увидимся с вами в новых роликах на двух каналах. Всем пока. До новых видео.